Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала Изменить свою жизнь, мои дорогие, я всегда очень рада видеть вас на своем канале И сегодня, мои дорогие, мы поговорим с вами вот на какую тему Тема очень интересная, мы ее часто поднимали в моих видео Часто обсуждали, писали свои комментарии по этому поводу Это тема молочки на кето-питании Дело в том, что на кето-питании разрешается жирная молочка Жирный творог, жирная сметана, жирные сливки и жирные сорта, желательно твердые, сыры Все это можно, ну понятно, не до фанатизма в пределах нормы, чтобы не перебрать жирак и так далее И очень многие склонны думать, что молочку лучше в первый период исключить Я совершенно не отрицаю и очень многих знаю, которые, включая рано молочку, тормозят свой вес У нас самое главное, к чему я хочу донести до всех моих подписчиков, гостей канала, кто случайно зашел Что мы все, мои дорогие, совершенно разные Организмы у нас у всех разные, генетически разные Поэтому каждый организм по-разному воспринимает И если бы это было так легко и просто исключить молочку полностью у всех и будете худеть Это было бы так легко и просто, если бы мы все были одинаковые Мы даже при одном заболевании лечимся по-разному Поэтому подбирают под каждого у кого-то аллергия на этот или другой препарат и так далее Потому что мы все разные, организмы разные и реагируют они у всех по-разному И сказать, что полностью исключительно всегда молочку там Или даже хотя бы в первой, хотя вот то, что изначально я бы тоже как бы осторожничала по поводу молочки Но у всех все по-разному Потому что за три года, почти за три года у меня же большое количество знакомых Которые придерживаются кето-питания, прекрасно худеют И у кого-то останавливается, вот их плата Мы общаемся и в итоге собирается какая-то общая информация Я же в основном могу судить только по себе, рассказывать о своем Так же, как вы можете рассказать о своем опыте За что вам всем, мои дорогие, огромное спасибо, когда вы делитесь Это ведь бесценная информация для всех тех, кто только становится на путь похудения Именно на кето-питании Поэтому это очень ценно, когда вы пишете свое видение этого вопроса Что считаете вот вы так И вы вправе считать так, как вы считаете Потому что на то мы и люди Мы даже тут разные Если, допустим, я думаю так, вы иначе Это правильно Мы же, ну как бы, настолько разные Мы же не стадо, которое что Все одинаково думаем, одинаково деваемся Одинаково едим и так далее Помните, я вам рассказывала про девушку-блогера с Америки Которая, ну я много раз, я просто, ну такая чудная девушка Либо канал закрыла, я не могу ее найти Как-то исчезла она с поля Не дай бог, что-то у нее там не срослось А может просто уже неинтересно вести канал, не знаю Так вот она писала, когда они год праздновали кето-питание Своей компанией, которая придерживается кето Они посидели в ресторане И позволили себе допустимый алкоголь Допустимый при кето, через год кето-питание Всех выпила с кетоза, кроме нее Ну понимаете, вот там пять человек их было И вот всех выпила Она все прекрасно в кетозе осталась И все без нарушений пошло дальше И вес также уходил прекрасно Потом их пригласил чей-то родитель этой компании На свою ферму И угостил очень хорошей вкусной молочкой С жирными-жирными сливками Все пили, все кушали, все прекрасно Ни у кого ничего, никаких нарушений Никаких вылетов с кетоза А ее выпила с кетоза Это то, что она вот пила молочку Хотя вот вы знаете, что эрикберг Он же за органическое Все, что за натуральные продукты Это мы, как бы россияне Уже под себя подстраиваемся Мы не имеем возможности Если бы мы питались, как рекомендует эрикберг Но у нас нет таких органических продуктов Которые он там и мясо, и молочку Говорит, какую употреблять К сожалению, у нас мы свое кетопитание Подстраиваемся под свой образ жизни Про то, что мы можем себе позволить И то, что можем купить При этом прекрасно худеем и так далее Поэтому я очень люблю Когда вы пишете свои истории и делитесь И на своем собственном опыте Все-таки я два с половиной года на кетопитании Я могу с уверенностью сказать Что на меня сливки и сметана Никакого влияния на мой вес Не имела никогда Я же слежу Мне это интересно Мне это важно Я хорошо, вы знаете, кто меня смотрит С первого дня Я прекрасно себя Как бы ощущала в первый год И первое время я, конечно, очень старалась У меня все было настолько дозировано Конечно, сметану и сливки Я не сразу включила Но очень скоро Буквально через месяц я стала пить Кофе с жирными сливками И на вес мой Все прекрасно Вес уходил И все было очень даже шикардосно Так скажем Но вот творог на меня влияет Совершенно по-другому При всей любви к нему Я страшно отекаю от творога И вес у меня сразу останавливается Но если это есть Я вам честно говорю И, кстати, очень много Моих союзников Именно по поводу творога Кто-то прекрасно Вот у меня Тамара писала Альбина писала Они с первого дня едят творог Но они живут в сельской местности У них свое хозяйство Они кушают молочку полностью С первого дня И у них все протекает прекрасно Возможно, у них так адаптирован организм Возможно, с китоза Девчонки молодцы Проверяли, когда в китоз входили Они проверяли Кетополосками, да Ни разу не выпила Все прекрасно И вес уходит Очень многие пишут Как поем творог Все Отек на лице У кого-то на ногах На руках И неважно Вот я тоже неважно Я очень люблю творог Очень редко делаю сырники Кето-сырники Потому что я знаю Что это отразится На моем лице И обязательно вес будет стоять Он не увеличится Но отеки у меня есть Сто-двести грамм Я вижу В чем, где они у меня эти Сто-двести грамм Было до пятьсот Когда я не знала Это же я потом анализировать начала Поэтому, к сожалению Общего такого Общего совета По молочке Дать очень трудно Вы должны сами за собой следить Вот Валентина мне писала Спасибо вам большое У вас такой хороший Обширный комментарий Вы, как вы делаете Наблюдая за собой Да И это правильно Потому что наверняка Есть много Много таких людей Которых от молочки Лучше отказаться Даже Даже, мои дорогие Разрешенные молочки На всех Я говорю Если бы мы были все одинаковые Нам бы бы сказали Вот Откажите того, того И все худеют Но это было бы так легко И просто Мы бы все стройными ходили К сожалению Это не так На всех из нас К сожалению Молочка Влияет по-разному И сказать Вот как бы Не кушайте Не употребляйте Сложно Но ограничить В первый период Адаптации Конечно Желательно И смотрите Не вводите сразу Допустим И сливки жирные И творог жирный И сметанку жирную Это не надо Вводите по одному продукту И смотрите Какая реакция Вашего организма Будут ли отеки Будут ли остановка веса Или прибавка веса Ощущение тяжести Вот бывает Я творог поем Я встаю И вы знаете У меня ощущение Что я как будто надулась Вроде и вес Не особо 100-200 грамм А ощущение Пухлости какой-то Вот это бывает И это только у меня С творог Сливок И слава богу Со сметанки У меня этого нет И поэтому Я призываю всех Когда вы переходите На кето Все-таки Вы должны смотреть Именно На реакцию Вашего организма И если В период адаптации Вы как-то Миминизируете Употребляем молочки Это Будет неплохо Потому что Ну вот У всех реакция Разная И Может привести Либо к остановке Веса Либо к отекам Вот у меня Я говорю Мне говорили Вы кушайте Творог В первой половине дня Никаких отеков Не Очень много Люди пишут Исходя Из своего Личного опыта Если я буду Вам говорить Вот делайте Так как я Это будет В корне Неправильно Потому что Мой организм Реагирует так А ваш Рецкий Организм Будет реагировать Возможно Совсем По-другому Вот как Пишут Вот я Гипертоник Да И Как быть Вот Стоит ли Переходить Да Это Во-первых Выбор Ваш Желание Желание Ваше Вы Несете Ответственность Я Я Не могу Предвидеть Как Ваш Организм Будет На ту Или Другую Ситуацию Реагировать Поэтому Все Мои Хорошие Дорогие Подписчики Гости Канала Все Те Кто Случайно Зашел Кто Решил Перейти На Кето Питание Присматривайтесь Прислушивайтесь К своему Организму Только Вы Можете Понять Как Ваш Организм Реагирует На тот Или Другой Продукт Сегодня Мы Говорим О Молочке Я Вот Раньше Очень Любила Молоко Вот Просто Молоко Я его С детства Я Вот Не Любила Крупы Но Молоко Я Любила Не Сказать Что Прям Очень Очень Но Молоко Я Пила И Когда Я Перешла На Кето Я Его И И Как Особого Как Потери Во Мне Не Было Потом Я Стала Включать Так Как Я Кофе Никогда Раньше Не Пила Не Была Никогда Кофеманкой Никогда Не Пила Чай Сладкий Я Всегда Пью Его Без Сахара Пила Раньше И Когда Я Перешла И Попробовала Кофе С Жирными Сливками Мне Понравилось Мне Какое Ощущение Было Что Как будто Я Что Сладенькое Съела Мне Как Это Очень Нравилось Но Я Всегда Отследила И Вот Когда У Меня Были Проблемы С Остановкой Я Замечала Значит Я Поела Творога У 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 Причин Когда Организм Передышку Делает И Хотит Привыкнуть К Новому Весу Которого Допустим Достигли Но Это Мы Коснемся В Другом Видео Сегодня Я Хотела Коснуться Именно Темы Молочки На Кето Дозволенные Конечно Которые Разрешенные Это Жирные Сливки Жирная Сметана Это Жирный Творог И Жирные Сыры Желательно Свыше 45% Жирности И Если Вы Будете Писать Свои Комментарии Делиться Вот Как Валюша Поделилась Своим Опытом И Наверняка Есть Союзники В этом Плане Что Вот Так Вот Я говорю Вот На Что Я Я Уж Неправильно Сказала Столовая Две Столовые Ложки Получалось На День У У Сливок На Кофе Я Добавляла По Столовой Ложке Сливок Сметану Нет Сметану Конечно Режем Не едим Ее Каждый День И На Вес Это Не Влияло Что Не Могу Сказать О Твороге А Кому Очень Творог Даша Хорошо И Включают Очень Много Творожных Диет Когда На Твороге Можно Хорошо Похудеть Ну На То Мы Люди Разные И Все У Нас По Разному И Если Вы Будете Писать Свои Комментарии Задавать Свои Вопросы Обсуждать Эту Тему Я Уверена Опыт Каждого Из Вас Будет Кому То Полезен Поэтому Спасибо Говорю Когда Девчонки Пишут Свои Ощущения Свой Путь В Кето Питание И Это Очень Важно И Очень Нужно Для Многих Многих Из Нас Подписчиков И Гостей И Всех Кто Случайно Зашел Итак Мои Дорогие Кто Зашел На Мой Канал Еще Не Подписан И Справьте Мои Дорогие Эту Ошибку И Пожалуйста Подпишитесь А Все Мои Дорогие Подписчики Гости Канал И Все Кто случайно Зашел Не Пожалейте Поставить Лайк А Пока 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 Мои Дорогие